Закон принят, да здравствует закон. С 15 ноября дымовая завеса над городом становится прозрачнее. Антитабачный закон почти не оставляет заядлым курильщикам возможности спокойно затянуться. Ведь под понятие «общественное место» в большом городе, по сути, может подойти любой клочок земли. Запрещено курить в помещениях и на территориях физических, образовательных, культурных, санаторно-курортных, медицинских объектах, на всех видах общественного транспорта. Следить за соблюдением закона будут Роспотребнадзор, Росздравнадзор и полиция. Первый же выезд ППС на пригородный автовокзал дает результат. Здесь, не стесняясь, дымит каждый третий. За курением в общественных местах предусмотрено наказание. Первые жертвы нового закона искренне недоумевают. Как же так? То, что годами было можно, теперь карается рублем. Много народ ходит и курит. И никто им ничего не говорит. Ко мне вот подошли. Всего за несколько минут полицейские составили четыре протокола. Могли и больше, но многие, завидев представителей власти, поспешили избавиться от сигареты. А полицейские обещают, бороться с курильщиками будут столь же рьяно, как и с другими нарушителями. Ну как вот, например, в вождей школе может стоять взрослый человек, который пришел за ребенком и курить. Ну, конечно, дети на это реагируются и сами начинают взрослых брать примеры. В детских садах приходят папы, мамы, то же самое начинают курить. Закон вступил в силу еще с 1 июня, но реального наказания за его нарушение тогда не придумали. Теперь же это денежные штрафы, причем немаленькие. Если при курильщике не окажется документов, его могут даже задержать до выяснения личности. Медики торжествуют. Закон, о необходимости которого они твердили много лет, наконец начинает работать. Как раз когда это особенно актуально. Россия стоит в числе первых потребителей табака и табакокурения. Поэтому, несомненно, и в смертности доля этого фактора риска, как мы называем, доходит до 40% от общего числа причин смертности. Курильщики же новый документ встретили скептически. И в то, что закон как-то исправит положение, не особо верят. Конечно, с одной стороны, чьи-то права защищены этим законом, не курящих. Но с другой стороны, чьи-то права, наоборот, попираются курильщиков. Хотя мне кажется, что есть гораздо более серьезные социальные какие-то недуги в обществе, которые надо запрещать. И курение, на мой взгляд, все-таки далеко не самое главное из них. Однако запреты будут только ужесточаться. Уже с 1 июня 2014 года курить запретят в кафе и ресторанах. Да и просто купить сигареты станет настоящей проблемой. Так что многим впору уже сейчас задуматься о расставании с вредной привычкой. Антитабачный закон важный, нужный и давно назревший. Эксперты уверены, он если и не отучит от вредной привычки заядлых курильщиков, то совершенно точно ограничит количество желающих вступить в ряды любителей посмолить. Главное, и в этом солидарны очень многие, чтобы документ не постигла участь многих его предшественников, когда суровость закона компенсировалась необязательностью его исполнения. Виталий Сапожников, Вадим Нечаев, Константин Воробьев. Наше время.